С наступлением летних каникул в учебных учреждениях Даугублса начинается активный сезон ремонтно-строительных работ. Специалисты Управления образования Даугублской городской думы регулярно инспектируют состояние и ход процесса восстановления зданий и внутренних помещений. Особое внимание уделяется масштабным проектам, в их числе переоборудование и реконструкция помещений 6-й средней школы имени Яниса Райниса, куда переедут дети и работники 6-го детсада. Здесь разместятся три группы и для каждой отведено два помещения – спальня и игровая. Работой строителей заказчик доволен. У детского дошкольного учреждения будет автономный вход, отдельный пожарный выход, свой пищеблок, во дворе площадка для колясок. По договору с подрядчиком работы должны быть завершены к середине августа, с тем, чтобы 1 сентября открыть детсад в новых помещениях. В принципе, остается коммуникации до конца, вывести подвесной патрулок, обделка, полы, двери, полотно поставить, ну и оборудование. Там будет подъемник, который будет обеспечивать столовой, будет транспортироваться пища, посуда и туда и обратно. Также он будет служить целый оккупием, чтобы инвалиды могли по нему подняться. Ну, кухня еще там предстоит, работы. Работы общей стоимостью 205 тысяч евро ведутся на средства городского бюджета. По расчетам за пять лет вложения окупятся. Параллельно, общеобразовательные школы и детские сады своими силами в рамках бюджетного финансирования проводят косметический ремонт помещений. Помогают и участники городской программы летней занятости молодежи. В планах этого года выполнение большого перечня неотложных работ. Летом мы работаем над тем, чтобы реконструировать санитарные узлы в ряде детских садов, освещение, меняем электрические шкафы в ряде учебных заведений. Еще в этом учебном году мы сможем начать работы по строительству пристройки для нужд столовых третьей и средней школи. Успеем еще в этом году отремонтировать спортивный зал в 17-й средней школе и начать ремонт спортивного зала в польской гимназии. Заметно преобразились классы одного изданий логопедической школы-интернат «Центр развития». Помещения расширили, сделали более просторными, так как прежние не соответствовали нормативу площади на одного ребенка. Для выполнения работ привлекались государственные средства. В этом году состоится также обследование технического состояния 22 образовательных учреждений на предмет их безопасности. Остальные проверят в следующем учебном году. Наряду с этим составляются сметы на гарантийный ремонт ранее отреновированных школ. Одновременно специалисты самоуправления разрабатывают проекты, которые будут реализованы в 2017-2018 годах с привлечением средств из фондов ЕС. В ряде учреждений предусмотрено выполнение работ по модернизации учебной инфраструктуры, реконструкции и восстановлению зданий. Очень хорошая новость для детей, которые посещают наш Центр творчества Яуниба, поскольку мы начали работу над техническим заданием для проектирования по реконструкции и строительству пристройки для этого здания по Таутас 7. Благодаря усилиям администрации нашей Саулес-школы разрабатывается проект строительства нового здания для Саулес-школы по улице Саулес-2. И очень надеемся, что в следующем году мы сможем там начать строительство. За счет бюджетных денег в течение четырех ближайших лет планируется заменить изношенное асфальтовое покрытие дворовых территорий детских дошкольных учреждений города.